В Москве, оказавшейся во власти снежной стихии, до самого утра расчищали дороги и тротуары. На минувшую ночь пришелся пик снегопада. В городе к этому моменту выпала около половины месячной нормы осадков. При этом заметно потеплело. С утра было ощущение, что циклон уходит, но снег снова начался. За ситуацией в столице следит наш корреспондент Георгий Алисашвили. Георгий, снегопад усиливается? Добрый день, Алена. В Москве снова идет снег. Пока еще небольшой. Это, конечно, пока еще не метель. Но буквально два часа назад осадков в столице не было вообще. А сейчас ситуация меняется буквально каждые 10-15 минут. На дорогах уже постепенно собираются пробки. Видимость ухудшается. И водители вынуждены держать больше, чем обычно, дистанцию. Температура воздуха понижается. Сейчас в столице минус 2 градуса. Но из-за ветра ощущается все довольно зябко. Снег шел всю ночь. За сутки в Москве выпало 13 миллиметров осадков. Это повторение рекорда 20-летней давности из-за метели. А она прекратилась сегодня только в 6 утра. Многие автомобилисты откапывали свои машины и выезды во двора лопатами. Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме. Городские службы вывели на улицы 15 тысяч единиц спецтехники. Все аварийные службы столицы находятся в состоянии повышенной готовности. И можно сказать, пока ситуация под контролем. Подвое убрано убирают сейчас дворники. Может, еще не совсем убрано, но, по крайней мере, дорожки уже есть. Убрано так, чтобы можно было пройти. А что сегодня убирают? Смотрите, как чисто. Молодцы. Представители ГИБДД сегодня рекомендуют водителям по возможности пользоваться общественным транспортом. Снег, выпавший за ночь, подтаял и превратился в кашу. А сейчас все это замерзает, так что на дорогах гололед. Быть аккуратнее просят и пешеходов. Дорога скользкая, тормозной путь у машин длиннее. В московских аэропортах, где накануне десятки рейсов были задержаны из-за непогоды, ситуация нормализовалась. Самолеты вылетают по расписанию, но небольшие задержки все-таки возможны. Международный аэропорт Шереметьево сейчас работает в штатном режиме. Рейсы на вылет и прилет выполняются по центральному расписанию. Безусловно, есть незначительные задержки 10-15 минут. Они связаны с тем, что обрабатываются взлетно-посадочные полосы. Мы рекомендуем нашим пассажирам однозначно уточнять статус рейса перед вылетом на сайте авиакомпании аэропорта и также в колл-центре. И, безусловно, пользоваться услугами аэроэкспресса, потому что на подъездных путях возможны существенные пробки. Если погодные условия ухудшатся, пассажиров обеспечат горячим питьем и питанием. Ну, а на случай долгих задержек уже подготовлены места в близлежащих гостиницах. Впрочем, как говорят синоптики, атлантический циклон, вышивавший здесь последние два дня, постепенно уходит из центрального региона России и движется на Урал. Алена. Георгий Алисашвили о том, как столица переживает сильный снегопад. Георгий Алисашвили о том, как столица переживает сильный снегопад.